Назовите фамилию, имя, отчество. Костенков Александр Фёдорович. Александр Фёдорович, а вот вспомните предвоенные годы. Было ощущение войны в стране? Думали ли, что война будет? Перед войной ты думал, что война будет? Перед войной я, значит, после окончания рассказа, что педучилищ был учителем большой тайники. И, значит, когда меня один раз в комиссию вызвал, я не годен. Я перенёс две операции сложные с резекцией рёбера. И потом, когда третий раз вызвал, я сам сказал, призывайте меня. Товарищи мои, все на фронте, и я хочу на фронт. И вот, значит, призвали меня. И, значит, вот, будучи замкомандир батареи по политчасе, вот, значит, я проводил информацию следовательного состава. Вот, значит. Когда, вот, особенно сильные бои, 18 августа 43-го года, под Старой Руссой, вот, значит, нам приходилось, вот, и подавать снаряды, вот. А снаряд весит 30 килограммов. Вот, значит, принимали участие в этом. И вот, значит, в 43-м году под Старой Руссой меня наградили медалью за отвару. Когда пришло пополнение к нам с Казахстана, молодые пришли, мы их обучали и русскому языку, и обучали оружием. И вот в одном из боёв, когда пехота наша отступала, то солдат Иргаш Резатаев, значит, был в передовых рядах, вот тут вскочил, сказал, за Родину, за Сталина, вперёд! И, значит, наша пехота поднялась, и немцы были отбиты, высота стала за нами. Вот, вот такой эпизод был. Один из бойцов, Сергей Васильев, был командиром орудия, очень метко стрелал. Потом комсомольцы, вот, дал, значит, согласие пойти в разведку. Несколько раз ходил в разведку и притаскал языков. И он за этот подвиг был награждён тремя орденами Советской, тремя орденами славы. Вот. Вот один таких из боевых командиров отделения. Ну... А скажите, с какими чувствами Вы шли на войну? Что Вы в тот момент чувствовали, когда вот пришли на фронт? Не слышно. Не слышно. Не слышно. А что Вы чувствовали, когда оказались на фронте? Когда попал на фронт, что я чувствовал? Да. Что я могу защищать Родину так же, как и все мои товарищи. Вот. И я всегда, всегда, значит, призывал, призывал, значит, солдат своих, вот, без заезда сражаться за защиту своего отечества. Вот. И причём, были случаи, когда, вот, значит, под обстрелом снаряд попадали, непосредственно бандажи разбивали. Вот под Саррусой был случай, мы должны ночевать в одном бандаже. А командир бригады дал команду перейти в другой. А наутро один солдат оставил против вас, пошёл там прямое попадание. Мы бы все погибли. Вот. В таких случаях было не раз. Вот. Ну, у нас очень боевой командир полка был полковник Василенко, который был награждён финской компанией, орденом Красной Звезды. Вторым орденом Красной Звезды был награждён в сервере. А потом его наградили орденом Красного Знамени. И вот в одном из боёв он пошёл к соседям командира полка, сидели, чай пили, разорвал снаряд, и ему в орден Красного Знамени, и погиб он. Вот. Ну, начальник политоотдела вот у нас был полковник Курганов Николай Иванович, который очень смелый. И вот когда вот сражение было против этой заблудившейся бригады, так он лично с автоматом заходил. И, значит, пуля попала прямо в фуражку. Фуражка слетела, он остался жив. Вот, его наградили орденом Красного Знамени. А скажите, в каких боевых операциях вы принимали участие? В любви. Какие города освобождали? Вы освобождали какие города? Вот, и освобождили. Освободили Новоржев, затем Старорусска. Потом, значит, город Резекне, вот, Резекне, на территории, вот, за освобождение города Резекне наша дивизия получила наименование Режицкой. За освобождение в сентябре 43-го года, простите, 44-го года города Риги, столица Латвии. Вот, наша дивизия была наряжена орденом Суворова 2-й степени. Вот, и затем, значит, составили ингредиентского фонда, мы, значит, ликвидировали Курлянскую группировку немцев. И, значит, 8-го мая, значит, 45-го года, значит, вот, как раз будучи, вот, в ликвидации Курлянской закончилась война. Вот, значит, и в 44-м году мне присвоили звание младшего лейтенанта и назначили комсоргом полка. И вот до конца войны я был комсоргом полка. Кончилась война, меня оставляли, помощником начальник политоиделы, я не дал согласия. И меня, значит, направили в резервы в политоуправление в июне 45-го года, после того, как они, и передали в органы внутренних дел, вот, где я служил уже, вот, до ухода на пенсии, до 71-го года. Дослужил до звания подполковника, вот. Ну, служа в органах внутренних дел, вот, значит, я награжден был. Во-первых, значит, по окончанию войны меня наградили орденом Отечественной войны второй степени, вот. А потом, значит, когда в органы внутренних дел уже, вот, получил награды, вот, второй орден Красной Отечественной войны получил, и ряд, значит, медалей, вот. И 30 лет я, вот, будучи в органах внутренних дел, уже после, вот, вот, в комитете ветеранов войны, от председателя первичной организации до избиралов всем председателем комитета ветеранов отгласного. Вот. Так что всю жизнь вот так пришлось служить. А расскажите о полководцах. Кто для вас был примером? Про полководцев расскажите. Жуков. Вот про кого? Полководца. Кто пример тебе был? А? Про полководцев расскажи. Кто тебе примером был? Жуков? А примером кто был? Ну, примером у меня был, вот. Жуков не был. Комсорг полка, вот. Старший лейтенант Басак Василий Малафеевич. Вот он примером был. Потом, значит, инструктор политоотдела бригада, вот, майор, а потом подполковник Борсуцов Александр Петрович. Вот они для меня были примером. Вот. Вот. А потом, когда я комсоргом полка был, парторгом полка был майор Богачёв Пётр Николаевич, вот, которым мы вместе ходили, значит, и на передовую, вот. Вот. Ну, давали возможности, вот, рассказывали о всех боевых подвигах, которые совершали, вот. Вот. И для меня они были большим примером. Вот. Вот. Скажите, что вы слышали о положении дел под Москвой осенью 41-го? Была битва под Москвой. Что-то слышали о ней в тылу? А? Битва под Москвой. Вот. Что вы о ней слышали? Битва под Москвой? Ну, что? Как раз я, когда на фронт прибыл, уже от Москвы отогнали. Отогнали противника. Вот. И наша задача была, вот, значит, как можно дальше, вот, значит, гнать немцев от Москвы и дальше, вот. Вот. И, значит, не допустить Долинграда. Вот. Поэтому, когда вот была блокада эмирадская, мы были под Пушкинскими горами, вот, река Великая. И вот там, значит, в сражениях мы, значит, отбивали немцев, не допускали их Долинграда. Вот. И способствовали снятию блокады. А скажите, как вас встречало гражданское население в освобожденных городах, селах? Как вас люди встречали? Не знаю. Как люди встречали вас, когда вы освобождали? А. Ну, когда освобождали нас, встречали с святами, вот, значит, приветствовали, вот, значит, и был такой, когда вот под городом Рига освободили лагерь военно-пленных Саласпилс. Вот. Вот. Тут, значит, мы, вот этих изможденных, этих наших пленных, вот, значит, старались вдохновить и, значит, подкормить их. Вот. И они были очень благодарны. Вот. Да. А скажите, вы видели пленных немцев? Пленных немцев видели? Что? Пленных немцев. Пленных, пленных немцев видел? Видел, как же. А расскажите. Особенно, вот, когда, значит, вот, во время войны большую роль сыграла так называемая Катюша. Вот. И когда, вот, Катюша давала залпы, вот, то немцы, значит, падали, кричали «Гитлер капут». Вот. Вот. И когда, вот, вот, помню, одного пленного взяли, летчика, который был сбит. Вот. И вот когда он начал проклинать наших, вот, то, конечно, его, ему поддали как следует. Вот. Вот. Ну, а вот когда кончилась война, вот, вот, будучи в Балтвоморской, мы восстанавливали Рижскую, Таллиннскую военно-морскую, Паракалут, Финляндию, вот. И вели строительство Ленгас-Ландстрои. Вот. Вот. В данном случае использовали немцев, ученых для атомной энергии. Вот. Это на строительстве 791-й в районе города Сухуми. Вот. Ну, был случай такой, когда, вот, построили им коттеджи, и вот когда узнали о том, что будут там немцы жить, заставили мебель носить. Один солдат, у которого погиб отец, брат, так он отказался выполнять приказ. Вот. Потому что, я, говорит, не знал, для кого строить, а теперь знаю, что будут немцы жить, я ненавижу их. И отказался. Ну, конечно, никакого наказания он за это не понес. Вот. Скажите, а слышали о Власовце? Армия генерала Власова. Вы о ней слышали? Что? Про Власова. Про Власова. Ты что знаешь? А. Ну, про Власова, что я знаю. О том, что вот его армия сдалась в плен. Вот. Ну, и, конечно, мы все проклядали на его. Вот. О том, что вот генерала сдалась в плен. А расскажите про нашу боевую технику тех лет. Боевая техника. Какой она была? А? Про нашу боевую технику. Наша боевая техника, наша вот гаубица, вот, образца 1938 года, очень стреляла до 15 километров и очень метко стреляла. И вот. И это оружие было проклавлено. И вот особенно проклавлено была Катюша. Вот. Вот. Поэтому немцы, немцы, вот, особенно боялись. Это Катюш. Ну, и мы давали, вот, под Сарусы. Мы два часа, вот, били, вот, снарядами. Вот. И, конечно, немцы, немцы, когда попадали в плен, то они очень боялись. Вот. А расскажите, как вы отдыхали на фронте? Отдых какой был на фронте? Именно отдых. Отдыхали, приезжали фронтовые бригады, может быть. Как отдыхали на фронте? На фронте как отдыхали. А когда? Отдых как? Жили в блиндажах. Думали, мы все время будем жить под землей. Вот. Значит. И, ну, какой там отдых был? Ну, приезжали какие-то у вас? Приезжали. Артисты приезжали. Вот, помню, значит, приехали артисты. Вот, выступали на поляне, там, поставили машину, сделали сцену. И попали как раз немцы. Недельские обстрелы. Вот. Ну. Особенно, особенно, какой там отдых. Вот. Приходилось, приходилось. Вот. Я говорю, все время. Вот. Рыли окопы. Вот. Причем, значит, вот так успеем. Вот. Приедем. На новом месте отдыхали. Опять переезжаем. Опять начинаем строить. А письма из дома приходили? Получали письма из дома? Получал письма из дома? Да. Вот. Значит, до войны я успел жениться. На учительнице. Вот. Родилась меня 27-го на фронт выехали. А 22-го дочка родилась у первой. Вот. Вот. И вот я от жены, значит, получал письма, фотографии. И ей все время писала. Вот. Она меня ждала. Ждала. И, значит, в 46-м году я только 3,5 года, когда был дочерью уже, я тогда приехал от меня в отпуск. И забрал ее в город Таллина. Вот. Вместе мы жили. Вот. И, значит, жена в 87-м году умерла. Вот. Старшая дочь сейчас уже на пенсии. Муж у нее вот недавно умер. Живет вот в город Раменской, Московской области. Инженера. Вторая дочь. Вторая дочь. Родилась уже через 12 лет. Это в 56-м году. Вот. Она сейчас работает в органах внутренних дел сетерем машинисткой. Закончила, значит, эту культуру. Вот. Вот еще на пенсии я, значит, работал вот в обществе, в обществе книголюбов. Вот. Вот. Значит, вот ветеран сказал. Был председателем, председателем, вот, комиссии по работе среди молодежи. Вот. И награжден был медалями. Медалями почетной грамоты. Вот. Вот. И так до конца войны, вот, до прошлого года я был членом президиума областного совета ветеранов войны. Вот. И член, член, член управления внутренних дел у нас там, комитет ветеранов, членом комитета этого ветерана. Вот. Вот. Выступал во всех школах. Вот. А скажите, были ли вы ранены в годы войны? Во время войны был ранен. Ранен был. Вот. При бомбежке, значит, осколк попал мне в ногу. Вот. Но, значит, легкое ранение было, поэтому я в медсанрот не пошел. Вот. Тут же предчасть, санчасть, вот, осколк вынули. Вот. И, значит, продолжал дальше войну. А попадали в оккупацию или в плен? А? Вы попадали в плен или в оккупацию? Нет. В плен попадал? Нет. Нет. Нет, в плен не попадал. Что вы слышали о союзниках Советского Союза? О союзниках? Ну, что, первое время союзник, конечно, только в 44-м году. Вот. Ну, конечно, мы приветствовали союзников. Но на встречу с союзниками мне не приходилось быть. А вот их помощь была своевременной? Вот они достаточно помогали нам в годы войны? Ну, во-первых, они нам поставляли оружие. Поставляли нам продовольствие. Машины. Мы, конечно, были очень довольны. Вот. Ну, и, конечно, если они бы вступили раньше во время войны, война могла кончиться раньше, и мы бы понесли меньше потери, чем действительность. А расскажите, где и как вы встретили День Победы 9 мая 45-го? Не понял. День Победы. День Победы где встречал? День Победы мы встречали на территории Латвии. На территории Латвии. Вот. Как раз, ну, перед этим, вот, значит, в боях, вот, при ликвидации вот этой кулендской группировки. Ну, конечно, торжество было исключительно большое. Вот. И нас, вот, и латыши там, вот, значит, тоже, значит, приветствовали. Вот. Как освободители. Правда, были приятные случаи, когда наш старшина у латвийцев, значит, взять четыре овцы на ужин, вот, потом их осудили за это дело условно. Скажите, а какой фильм о войне вам больше нравится? Фильм о войне. О войне, к фильму. Ну, о войне, к фильму. Они, они сражаются за Родину, битву под Москвой, под Савинградом, вот. Ну, освобождение, освобождение Ленинграда из блокада, вот. Ну, фильмы, фильмы такие, как... Да много разных фильмов было о войне. Все, все фильмы, они оправдивые были очень, вот. А вот скажите, война с Японией, вы принимали участие? Нет. Да. С Японией? Нет. Мало участие? Нет. Нет. Вот в это время я служил уже в органах внутренних дел. Вот. Причем, причем, знаете, вот, сразу после войны я был. Заместителем командира батальона по политчасти восстанавливали вот Рижской, Таллинской и Паркалуцкой военно-морицейскую базу, вот. А затем, значит, вот, Сталин меня перевели в Сухуми. Вот, на строительстве 791-й, вот, строили государственную дачу, вот, использовали немцы, вот, и начали. Значит, после этого меня направили в Ленинградскую офицерскую школу, которую я окончил, вот. И после этого меня направили в Золотую промышленность начальником политоотдела Треца. Сначала город Алтайзен Золото, город Бииск, Алтайзен Края. Потом, значит, Треца и Нимия, замначальник политоотдела в Запщик Золото в Новосибирск. А затем, значит, направили начальником политоотдела Треца Алтайзен в город Симпалатинск. Вот, там пришлось воспитывать и казахов. Вот. Тяжело с ним было работать. Нас на лист. А вот, скажите, как избежать угрозы войны нашей стране в будущем? Что бы вы посоветовали? Нет, не понял. Чтобы не было войны, вот, что нам сделать? Что можно сделать, чтобы не было войны? Чтобы не было войны? Ну, чтобы не было войны, во-первых, значит, мы сейчас укрепляем свою армию. Вот. Значит, наша армия, вот, хотя и сократилась, но, значит, создали технику. У нас есть и атомное, и водородное оружие, и ракетное оружие. Вот. И главное, мы ведем пропаганду о том, чтобы вообще не было войны. Вот. Для этого правительство наш принимает все меры, вот, заключает договора, вот, с другими государствами, вот, с таким расчетом, чтобы вообще не было, не допустить войны. Ну, и мы, мирные люди, вот, ведем пропаганду, вот, среди, вот, патриотической преданности нашей Родины, чтобы, вот, действительно, не допустить новой войны. Война, война приносит только разорение, вот, и уничтожение, вот, бедствия страшные. А что бы Вы хотели пожелать нашей молодежи? Молодежи, что ты хочешь пожелать? Молодежи, что пожелать? Молодежь, молодежь, чтобы, да, во-первых, значит, преобразовала, хорошее знание, вот, вот, участвовала в патриотическом движении, вот, за недопущение войны, чтобы наша молодежь была предана нашей Родине, вот, и чтобы было братство, союз между национальностью. Мы победили, почему победили? Ну, во-первых, вот, наша страна многонациональная, вот, это братство всех народов, это единство рабочего класса, крестьянство и интеллигенции. Это, вот, значит, массовый, массовый патриотизм. И, вот, при любви к Родине, вот, сплочении всего народа, мы, конечно, вот, в союзе с другими, с другими, вот, государствами, значит, должны не допустить развязанного военного. Спасибо вам большое!